Когда идешь по базару, встречаешь очень много гадалок, предлагающих разнообразные услуги проходящим мимо людям, прямо проходу от них нет. Мне всегда становится не по себе, когда я прохожу мимо них. Раньше я не думала, что это зло. Сама гадала на картах с юности и не видела в этом ничего плохого. Раскинешь карты, вроде бы и легче станет. Да и многие вокруг меня этим занимались. Моя мама тоже гадала, одна знакомая занималась гаданием на бабах, и я часто обращалась к ней, когда мне было трудно, потому что жизнь складывалась не так, как хотелось бы. Я вышла замуж, родила двоих детей, но вскоре наш брак распался. После развода пришла обида, никого не хотела видеть. В отчаянии и от бессилия также прибегала еще к одним услугам, привораживанию. Если бы я знала, как это все впоследствии обернется. Вскоре я решила жить для себя. О Боге никогда не думала, отказывалась категорически слушать о нем. И когда мне начинали проповедовать, я старалась поскорее от них отвязаться. Мой разум был закрыт для Бога. Может быть, все и дальше бы шло по одной и той же схеме работа. Дом, компании, которые кроме пустоты в душе ничего не приносили, если бы ни один случай, о котором я не могу вспоминать без содрогания. Это произошло два года тому назад. Однажды утром я проснулась в 4 часа утра от того, что кто-то меня разбудил. В зале стоял стул, и над ним я увидела большое белое пятно. «Ерунда какая-то», — подумала я, не придавая этому никакого значения. На следующее утро в то же самое время я проснулась от того, что кто-то меня щекотал по спине. Я повернулась, никого не было. Это повторялось несколько раз. Утром на работе я рассказала об этом странном происшествии своей знакомой. Она сознанием дела объяснила мне, что это домовой, и посоветовала мне, чтобы все прошло, поставить ему хлеб с водой. Я так и поступила. Но когда на следующее утро я проснулась и посмотрела на стол, озноб прошел по моему телу. Я не поверила своим глазам, хлеб был откушен, и на оставшемся кусочке был странный след укуса от звериных зубов. Я отнесла и показала этот кусочек моей знакомой. Она удивилась и сказала, что не знает, что это такое. После этого со мной стало твориться нечто странное. Я не могла работать. Все плыло перед глазами, не было желания кушать, убираться дома, только все время хотелось спать. Я заставляла себя готовить кушать только из-за сына, а сама не ела, меня тошнило от еды. Решив для себя, что так дальше продолжаться не может, я решила обратиться за помощью в православную церковь. Там мне посоветовали осветить квартиру. Я купила ладан и молитвы, и мы с подругой занялись освещением квартиры. Она читала молитвы, а я носила курящийся ладан по комнате. Когда я поднесла ладан в угол за телевизором, вдруг мою руку как будто бы с силой оттолкнули оттуда. Я испугалась, после нашего освещения ничего не изменилось. Тот же гнетущий страх и давящая тяжесть. Мы не могли находиться в доме, тогда я решила обменять квартиру. Однажды ночью мне приснился светящийся крест, и я почувствовала себя как в раю. Я поняла, что мне поможет только Бог. Я пригласила Попа домой, до его прихода с моим сыном стало происходить что-то невероятное. Всю ночь он метался по кровати, а днем со стеклянными глазами смеялся диким хохотом. Я не знала, что делать. Когда Поп приехал, он прочитал молитвы, походил по квартире и сказал, что ничего не видит, и никакого дьявола в нашей квартире нет. Он сам был не уверен в том, что его молитвы помогут нам, и ушел, а мы остались со своей неразрешенной проблемой. В церкви я купила молитвенный пояс, каждый вечер читала молитвы, но мои молитвы не действовали. Я чувствовала, как леденящий холод подходит к моему сыну, я пыталась закрыть его своим телом, но ничего не помогало, и это проходило сквозь меня. Однажды, это было в 12-м часу, я лежала на кровати, опоясавшись молитвенным поясом, и молилась. Вдруг эта холодная стена приблизилась ко мне и навалилась на меня. Я почувствовала тяжесть, тело стало ватным, чужим и непослушным. Я соскочила с кровати, сбросив с себя одеяло, и с ужасом увидела, что мои руки и ноги стали синие. Я закричала, «Иисус, спаси!». Я бросилась на колени и начала просить у Бога прощения за все свои грехи. Я услышала внутри себя рычание. Я пила святую воду, молилась, но этот голос внутри меня кричал и не уходил. Всю ночь я не спала, только под утро я упала в изнеможении. В 8 утра я побежала в православную церковь к тому же попу за помощью. Но он мне сказал, что ничем помочь мне не может, и посоветовал съездить в Москву. А где взять деньги для поездки, я не знала, я плакала и не знала, что мне теперь делать. К нам на работу пришла служитель церкви Благодать Светлана Сергеевна. Я узнала, что она верующая, и решила с ней поговорить. Она посоветовала мне прийти в церковь. В этот же вечер мы с подругой пошли на служение, которое проходило в Доме профсоюзов. Мы долго не могли найти вход, кружили вокруг здания, наши глаза как будто были закрыты. Мы даже уже отчаялись. Если бы ни одна женщина, которая шла на служение, мы так бы и не попали туда. В этот день пастор проповедовал об освобождении. Затем он начал молиться, и Бог начал меня освобождать. Когда я вышла к алтарю, чтобы прочитать молитву покаяния, пастор как будто специально для меня сказал, чтобы мы попросили у Бога прощения за то, что гадали на картах, на бабах. Это был мой день, день освобождения. Я вышла после служения как на крыльях, мне было легко и радостно. Я побежала к моей подруге, у которой я жила в это время из-за того, что дома я не могла находиться. Все знакомые удивились, увидев меня. Света, у тебя появился огонек в глазах. Что с тобой случилось? Действительно, я изменилась. В последнее время я не улыбалась, только плакала, мои глаза были потухшими, в них не было жизни. Меня называли ходячим покойником, а теперь это все позади. Слава Богу, аминь. Слава Богу, аминь.